Йони Монжик, один из самых известных архитекторов Израиля, говорит, что он занимается клинической архитектурой. Он строит дом, в котором люди будут жить. Не существовать, а жить. Поэтому он строит дома из мелочей. Шалам, Йони! Привет, привет! Пойдём, я тебе покажу дом, целый проект, который мы построили полтора года примерно назад. Весь проект начинается буквально с улицы, потом сам дом, сад и большой участок. Я воспринимаю всё в комплексе, как единый проект. Я вообще предпочитаю строить дома с минимумом глухих стен. И тут мы постарались использовать уже растущие деревья, но, конечно, кое-что добавили и посадили уже по моему плану. Деревья ещё молодые, но уже отлично принялись. Как тут зелено? Да, здесь и правда зелено. Это отличительная черта всех моих проектов. Тут мы попробовали совершенно новый приём. Постарались создать визуальное единство между кустами, деревьями, растениями в горшках, чтобы подчеркнуть вход в дом. В нашем климате очень важно, чтобы дом был светлым, чтобы не перегреваться на солнце, и при этом достаточно тёмным, чтобы поглощать яркое излучение. Не строить дом из чёрно-белых деталей, а работать с полутонами и разными оттенками серого. И материалы мы тоже использовали самые разнообразные. Бетонные столбы, деревянные балки, металлические конструкции. Вообще, получился дом, с одной стороны, чем-то напоминающий старые тосканские виллы, хотя мне не очень нравится такое определение, но и вобравший в себя современные архитектурные тенденции, в общем, некий фьюжн. Это есть дом для прекрасной семейной пары. Я сам совершенно не верю в магическое слово «стиль», поэтому сразу решил сломать все условности и строить дом слегка деревенский, но современный. Поэтому с технологической точки зрения мы объединили два подхода. Часть дома построена из прочных, непрозрачных материалов. Разные сорта дерева, бетон, металлические конструкции, элементы. Всё остальное — окна. И возвращаясь к нелюбимому мною понятию архитектурного стиля, «Этот дом живое и очень удачное доказательство тому, во что я искренне верю». Архитектор не должен устроить дом в каком-то определенном стиле, а должен, наоборот, собрать все пожелания клиента и грамотно перевести это на язык архитектурных терминов. При проектировании именно этого дома решающую роль сыграл культурный бэкграунд этой семьи, их образ жизни. Перед нами стояла задача построить дом, который, с одной стороны, единое открытое пространство, так называемый open space, а с другой — все уголки этого дома как бы существуют отдельно друг от друга. Это, знаете, как в рекламе тампона. Вроде он есть, а вроде его и нет. Мы скланировали салон сразу от входа. Здесь нет обычного коридора, тесная маленькая туалетная комната для гостей справа, и вешалки для курток слева. Дом на самом деле начался ещё с входной аллеи. Продолжился здесь и плавно перетёк в сад. Всё вместе есть дом. Ещё стоя здесь на пороге, я уже сразу вижу и всю большую комнату, и бассейн с садом за ней. Этот мягкий уголок как бы встречает входящих и направляет их дальше вглубь дома, к семейному уголку у телевизора. Там могут сидеть дети, смотреть мультики, они могут играть на ковре, и вид дома совершенно не страдает от того, что вот тут, на полу, могут валяться игрушки. Здесь постоянно валяются игрушки, это нормально. В то же время здесь может сидеть хозяйка дома с подругой или с младенцем, и ощущение у всех будет очень комфортное. Все вроде вместе, всё видно, но с другой стороны как бы отдельно. И акустический дом построен очень удачно. Деятельность в разных частях дома не мешает друг другу. Вот интересно, как тебе удается понять, что твои клиенты хотят именно такой дом, из таких материалов, с такой акустикой? Однажды благодарная клиентка сделала мне подарок. Она заказала визитные карточки. Там было написано «Йонатан Монжик. Клиническая архитектура». Я начинаю знакомиться со своими клиентами, задавать вопросы, как вас зовут, как зовут ваших детей, какой у них знак зодиака, у вас и так далее. Я вообще не верю в астрологию, ерунда сплошная. Работает отлично. Я думаю, что мастерство архитектора заключается именно в том, чтобы понять пожелания клиента перевести их в архитектуру. Знаете, как скульптор берет глобукам, не отсекает всё лишнее. Но вот и мы также снимаем слой за слоем, чтобы в результате клиент получил свой вымечтанный дом, подходящий ему, а не архитектору. Например, вот этот столб. Однажды мы говорили, и заказчик бросил вскользь, что ему очень нравятся европейские старинные фонарные столбы. На завтра я ему позвонил и сказал, что я нашёл такой столб, мы его привезли, но чтобы поставить его на место, немало пришлось потрудиться, подогнать перекрытие, отрезать, перевернуть и так далее. Но мы его поставили. Вообще, вся эта система взаимодействия разных материалов, оттенков, деталей, всегда похожа на работу старого портного попашива платья. Вот вы, например, мой клиент. Так порту сначала снимет мерку, померит талию, грудь, бёдра, потом выберет подходящую ткань, потом нитки, даже для потайных швов. Да-да. Помните, были такие? Я уже много-много лет занимаюсь этой профессией. Сколько лет? Мне 56, а начал я строить дома в 18-летнем возрасте. Я изучаю людей. У всех разные особенности и повадки. Один любит готовить и есть, другому важна стирка, третий любит секс, ну и так далее. Все люди разные. И эти маленькие личные манеры – это то, из чего на самом деле состоит жизнь. Супруги редко ссорятся по поводу философских проблем и смысла жизни. Они ругаются из-за ерундовых мелочей. Фасоль на обед белая или зелёная, или из-за недопонимания, неверной интонации, семантики. Вся наша жизнь, в общем, состоит из ерунды, мелочей и деталей. Но когда строишь дом, все эти мелочи важны. Если этот салон может легко превращаться в плацдарм для детских игр и обратно, значит, мы преуспели. Давайте я вам покажу чудесный пример. Этот шкаф для музыкальной системы и вообще всякой техники. Мы всю мебель заказывали специально и уже решили, что этот шкаф будет в прованском стиле, с определёнными желобками и прочими деталями. И однажды мы сидим, работаем, и моя жена Эрит говорит, а может вообще уйти в сторону простых чистых линий, чтобы этот шкаф не привлекал слишком много внимания? Тогда я решил, а что, если попробовать простую нержавейку? Рядом сидел стойлер. Я его попросил сделать несколько деталей на пробу. И тогда у нас получился вот этот профиль двери с наружными петлями и стальной окантовкой. А посередине это ткань, чтобы было хорошее звучание при закрытых дверцах. Это классический пример того, как наши идеи, мои и мои жены, воплотились в жизнь. И мастер своего дела, стойлер, помог нам подняться на более высокий уровень. Это и есть профессиональное чутье, профессионализм. То же самое с этим столом. Я его придумал, а мастер смог воплотить в жизни все детали. И много еще всяких таких мелочей по всему дому. Мне кажется, что все это очень важно. Наши заказчики просили спланировать большую функциональную кухню. Они часто принимают гостей. Но, несмотря на всю ее функциональность, на то, что тут много готовят, у хозяйки должно быть ощущение чистоты. Кухня-то совершенно открытая. И это навело нас на мысль построить кухню из нержавеющей стали. Но кроме чистоты, надо было привнести сюда еще и некую теплую нотку, романтическую. Поэтому также использовали дерево. Вот, посмотрите, все эти ящики, дверцы и кантики тоже тщательно спланированы и построены на заказ. И в процессе работы мы постепенно пришли к более сложным деталям. И поэтому получилась уникальная и четко подогнанная кухонная мебель. Все решения приходили к нам в процессе работы, и мы что-то меняли по ходу. И так, например, изначально планировалось закрыть всю эту часть, а вот туда спрятать все электроприборы. Эта кухня на самом деле очень умная. Можно достать продукты из холодильника, помыть их, приготовить на этой горячей плите. Это такая плата для приготовления японской или китайской кухни. называется кимпаньяки. Можно с готовой едой перейти на другую сторону этого стола и поесть. Таким образом, большая раковина с грязной посудой перестала быть центром кухни. И вся деятельность проходит здесь, вокруг этого элемента. Дом – это место, где должно быть приятно жить. Он должен быть обжирен и должен использоваться. Я не верю в салон, где не сидят. Я строю такие помещения, чтобы в них было комфортно жить. И здесь тоже. Вообще-то это столовая, тут проходят семейные трапезы. Ну, вот вам отличный пример. Сейчас я вам задам ситуацию, и вы все прекрасно поймете. К примеру, пришла к хозяйке подруга с детьми. Они сидят тут и пьют кофе. Дети могут играть там или смотреть телевизор. Они все равно находятся под присмотром. Хотя, вроде бы, совершенно отдельно. То есть я хочу сказать, что мы продумываем все параметры для правильной, комфортной жизни этой конкретной семьи. Женщины могут здесь сидеть, дети могут там играть, присоединиться поесть за столом. Сколько же я говорю? Я могу часами рассуждать об архитектуре. Часами. Для этого дома характерной деталью являются окна. Они доходят почти до самого потолка и даже как бы продолжаются наружу. Видите, там тоже есть небольшое стеклянное окно. Получается, что в доме нет стен. Комната как бы парит в воздухе. Когда мы выходим из кухни, мы сразу попадаем в столовую. И столовая построена так, чтобы буквально выезжать в сад. Эта часть дома выступает, и получается, что стол с трех сторон смотрит на сад. Напротив мы посадили дерево лича. Скоро оно подрастет, и будет полное ощущение того, что стол просто стоит под деревом. Тут очень интересные окна. Этими ручками, я понимаю, можно открывать разные створки. Да, можно открыть и целиком, и только эту часть вот так вот. Я в своих проектах в Израиле часто использую бельгийские окна. В нашем климате очень удобно. Есть несколько вариантов. Можно открывать окна по частям, и только в правильном месте. Да и вообще позволяет создавать очень мягкие и нежные переходы. Сами рамы очень тонкие и изящные. Почти все пространство стеклянное, с очень узенькими металлическими перекладинами. И эта технология позволяет создавать сложные, большие по площади окна. Посмотрите, по углам стоят кирпичные опоры, и вся металлическая конструкция прекрасно на них крепится. А сверху есть еще ряд узких окон, как по всему дому. Это придает легкость и воздушность. Дом естественным образом продолжается в сад. Практически нет никакой границы. А с моей точки зрения, это все одно и то же жилое пространство. И дом, и сад. Отсюда поднимаются наверх жилые комнаты. На втором этаже мы много работали над соединением каменной лестницы с деревянным полом. Получилось здорово, я доволен. Мы взяли относительно простое дерево и положили его, как это принято в Европе, паркетной елочкой. Потом покрасили в белый, но неоднородно. Как будто он уже слегка потертый. Мы сознательно сохранили все неровности и дефекты дерева, и еще добавили во время покраски. Все вместе позволит этим полам правильно стариться и становиться с годами только более и более красивыми. Детские комнаты довольно небольшие, особенно в сравнении с размерами всего дома. Просьба родителей была очень четкой и ясной. Детские должны быть маленькие, они предназначены только для ночного сна и каких-то небольших игр с гостями-ровесниками. А все остальное время они хотели, чтобы дети проводились с ними внизу, и чтобы все игры проходили тоже в основном там, в кругу семьи. Идея отличная, но мне было очень трудно создать правильную пропорцию между общими помещениями, которые в этом доме крайне просторные, и маленькими детскими. Было несколько странно. Но в конце концов получилось, и хозяева остались довольны. Это одна из ванных комнат. Мебель тоже вся сделана на заказ по моим эскизам. Все детали, ножки, стальная окантовка. Все заранее спланировано. Мы ничего не пускаем на самотек в таких проектах. В таком доме надо было бы сделать очень много розеток и выключателей. Хорошо, что сегодня есть уже более продвинутую систему для домашнего пользования. Они позволяют избежать длинного ряда выключателей на стене. Вот смотрите, тут одна из таких точек. Тут собраны выключатели из разных мест. Вот кухня, ванная, салон. Это позволяет управлять освещением всего дома дистанционно. Это рабочая комната хозяйки дома. Я Эль. Она спланирована так, что пока ее рабочий стол располагается у этой стены. Тут же все, что нужно для работы. Со временем она освоит всю площадь комнаты, но пока у нее маленький ребенок, который находится с ней дома. Мы сделали здесь игровое пространство. То есть можно работать и одновременно присматривать за играющим ребенком. Здорово. Мама и работает, и играет с ребенком. Совершенно верно. Так уж оно в жизни. Женщина должна и карьеру строить, и за детьми смотреть, и хозяйкой быть. А еще обратите внимание на освещение в этой комнате. Оно тоже очень необычное. Отсюда можно выйти в сад. Там есть небольшой столик. Можно сидеть, беседовать с клиентами, просто отдыхать, покурить. Можно открыть дверь. Вот посмотрите, когда хозяйка работает здесь, она видит входную аллею и детей, возвращающихся из школы или сада. Сейчас я вам покажу маленькое помещение. Туалет для гостей. Это крошечное помещение потребовало нереально большого времени и усилий при проектировании. Потому что эти две пиявки, знаете, такие, кровь-сосуд, моя жена и хозяйка дома, они просто не давали мне покоя, пока все не было сделано точь-в-точь, как они хотели. Смотрите. Все это кокетство, все завитушки, хвостики, все это сделано по моему эскизу. Мы сейчас спускаемся на нижний этаж. Это игровая, спортзал, кинотеатр и вообще все, что хотите для семейного отдыха. Там находятся служебные помещения, прачечные и прочее. Здесь чулан. А это... Это такое помещение... Такое помещение, где есть и бильярд, и спортзал, и площадка для игр. Дети проводят тут много времени. А это вообще вещица, которая не дает мне покоя. Мечтаю дома поставить таких штуки четыре в ряд. Как в кино, зажигаешь сигаретку и давай играть. Страшно мило. А сейчас мы увидим любимое детище хозяина. Он построил весь остальной дом для жены. И только это место спланировал для себя. Но на самом деле, я шучен, полностью был в курсе всего происходящего и вникал в мельчайшие подробности. Но, как и у всех, у него была мечта. Построить такое помещение, где он мог бы с кайфом принимать приятелей, смотреть футбол, баскетбол, ну и так далее. Ух ты, две ударные установки. Да, две. На одной играет он, на второй учитель. Там дальше еще кто-то из друзей музицирует. Кстати, это вообще все новое и только строится. Он совсем недавно этим увлекся. Мы придумали и поставили здесь эти огромные диваны. Знаете, часто в домашних кинозалах можно увидеть, что люди ставят кресла, похожие на те, что стоят в кино. Мы решили, что это не наш путь. Как удобно. Да, это место, где сидят, развалившись. И тут тоже можно сидеть? Да, да, тут только так и надо. А не с прямой спиной, как на стуле. Точно. Но я тебе открою секрет. Надо отрастить пивное брюшко. Тогда можно сидеть вот так вот, играть с пультом, а когда надоест, положить его на брюхо. Мне мой живот нравится. Я тут еще одну классную вещь спланировал. Это современный винный погреб. Сделан на заказ из бельгийского стекла. И вечером, когда свет потушен, эта стеклянная витрина превращается в дополнительный источник подсветки. Это бар. Здесь можно сидеть. Но сейчас просто здесь лежит много-много ящиков вина, которые надо разложить в погребе. Хозяин любит вино так же, как люблю его я. Я уже состоявшийся архитектор, и у меня много проектов. И мне особенно приятно видеть дома, у которых есть потенциал развития. Дома вообще как дети. Они должны расти. Есть такие дома, которые ты начинаешь перепланировать, они сопротивляются. Получается такой насильный ремонт. И результат тоже неестественный. Хороший дом, он сам перестраивается, изменяется, как ребенок. Это спальня родителей. Двери открываются вовнутрь. Тут мы провернули одну интересную идею. Вместо того, чтобы строить обычную гардеробную комнату, отдельную, закрытую, с дверями, мы создали открытое пространство. Конечно же, здесь есть просторные платяные шкафы. Но все открыто. И есть ощущение простора уже при входе в комнату. В самом деле, тут есть все, что надо? Конечно, функционально это гардеробная. Есть все, что нужно. Посмотрите, и тут тоже все было сделано на заказ. А это шкаф? Вау, какой вместительный. Да, тут все очень разумно. И мы просчитали, чтобы было достаточно места, чтобы хранить всю одежду хозяев. И тут, и тут, там тоже шкафы. Из гардеробной можно попасть прямо в ванную комнату. А ванная здесь просто праздничная фантазия хозяев. Во-первых, размеры. Трудно не обратить на это внимание. Во-вторых, мебель. Все это наш женой дизайн. Это, например, цельная каменная плита, из которой получилась вот такая раковина. Это все цельный мрамор? Да-да-да. Это плита, которую мы выбрали, обработали и сзади сделали сливное отверстие. Все ящики, их цвета. Видите, тут много оттенков серого. Очень удачное сочетание фактур и самых разных оттенков. Какое зеркало! Да, зеркало тоже необычное. Задача, которую я себе тут поставил, создать ванную, которая бы находилась прямо в саду. Чтобы было такое ощущение. В саду мы специально построили стенку из плоских кусков базальта. Это перекликается с базальтовым полом в самой ванной. Вот, посмотри, тут, правда, шторы немного закрывают. В углу стоит бетонный столб, который венчает большая каменная глыба. И на нее опирается перекрытие. Видите этот серый камень? Это все те же мелочи, нюансы, о которых мы говорили. Их даже не всегда видно. Но, на мой взгляд, они очень-очень важны. Кстати, о мелочах. Не поверите, но это тоже я придумал. Это такой небольшой шкафчик на колесиках для шампуня и всякого такого. Можно при желании прикатить его, куда нужно. Это не просто ванная служебная комната. Это полноценное жилое пространство. Здесь можно сидеть, и часто здесь лежат книги. Их только сейчас убрали для съемки. А так хозяйка здесь частенько сидит в кресле и читает. Это спальня. Это кожаный ковер. И здесь совершенно особые светильники. Вы обратили внимание, что тут очень мало видимых ламп и светильников. Вот эти отверстия на потолке. Это лампы? Вот тут тоже светильник, и он почти незаметен. Вот-вот, посмотри сюда. В самом деле. Отсюда выход наружу. Давайте посмотрим, интересно. Отсюда можно спуститься в сад. И сад для меня это не просто композиция из нескольких зеленых деревьев. Это продолжение пространства дома. Поэтому, когда деревья разрастутся, и под их сенью возникнет некое пространство, оно станет естественным продолжением салона, да и дома вообще. Это важно понимать при планировке сада. Я часто не знаю, как называется та или иная порода дерева. Но я знаю, какой хочу получить эффект. Поэтому я часто рисую, какой формы мне нужно дерева. Я даже знаю, какие листья на нем должны быть. Это работает. То, что вы сейчас видите, точно соответствует тому, что я задумал. Этот бассейн, он сейчас закрыт, но вода все равно течет и проливается каскадом в саду. Льется каскадом? Да, да, я вам сейчас покажу. Когда мы проектировали эту каменную плиту, мы хотели, чтобы она нависала прямо над бассейном. Тут лежат матрасы и шезлонги. И вся семья проводит тут время. Вот вы видите, эти жалюзи прикрывают поверхность воды. А здесь вода все время потихоньку стекает вниз. Тут есть циркуляция воды? Конечно, да. Посмотрите, как дом выглядит отсюда. Вот наш дом. И он практически не выделяется за деревьев. Очень мягкий и нежный, очень органично вписан. Он светлый, но не белый. Он просто воздушный. А сейчас давайте я вам покажу место, которое я очень-очень люблю. В саду есть несколько таких уголков, где вдруг из-за, казалось бы, дикой растительности возникают такие тщательно спланированные места. Важно было не перелопатить все, а оставить немножко первозданной простоты. Там полевые цветочки, пробивающиеся из-под плит. Или розмарин, который свободно растет. Вот он, розмарин. А вот отсюда, с края участка, посмотрите, как выглядит дом. Он не доминирует, а едва-едва виден из деревьев. И я считаю, что это правильно. И то, как дом выглядит с разных точек, тоже важно. Ведь хозяева смотрят на него отовсюду. По этому участку можно ездить на велосипеде. Прогулка займет больше часа. Тропинки, клумбы, может даже полтора часа понадобится, чтобы все объездить. Площадь участка около 18 дунамов. А дом занимает? Примерно 3 дунама. Часто люди не живут, а существуют. В этом доме люди по-настоящему живут. Это очень легко понять, входя в дом. И каждый может сообразить, живут в доме хозяева или существуют. Мы приходим в этот мир ненадолго. В 80-90 лет и все. И если их не проживать как должно, это будет просто физическое существование. Жалко времени. Просто жаль. А ты сам живешь? Я не просто живу. Я жадно хватаю жизни. Я встаю в полчетвертого утра и начинаю работать. Пишу жене утренние стихи, мыло на зеркале. Готовлю завтраки и обеды. А то она поесть забывает. И опять потом иду работать. На отдыхе я тоже все время рисую. В Париже у меня есть кафе, где я люблю работать, проектировать, рисовать. Ну и Господь или карма, или как там еще, позволяют мне заниматься в жизни вещами, которые я искренне люблю делать. Конечно, я живу. Какие могут быть сомнения? Аска. Эмилия кута аска на бонусе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...